Как-то общаться по-другому и попробовать решить эту проблему. Очень печально, конечно. Продолжение следует... В начальных классах я дружил с пареньком. Он был странноват, но человек очень хороший, светлый и добрый. В какой-то момент остальные одноклассники сделали из него козла отпущения, мальчика для битья. Я с ним общаться перестал и начал вести себя, как остальная серая масса. Вечно прикалывался, над ним отвешивал пенделя, выкидывал портфель из окна. Так вот, как-то раз он не пришел в школу. Этого даже никто не заметил. А спустя некоторое время выяснилось, что он повесился в подъезде собственного дома. Вау. Вау. Но... Да, дети, конечно, бывают жестокими. Иногда мы не понимаем последствий наших поступков. К чему они могут привести. Любое неосторожное слово может довести даже до детского суицида, что всегда очень трудно воспринимается всеми. Роли учителей важны, а также роли родителей тоже. Надо всегда осматривать за своих детьми. Но это очень плохо, очень плохо. Мне должно было дойти до такого. Шансы исправить эту ошибку уже никогда не представятся. И остается только жить с этим. И делать из этого уроки. Несмотря на то, что этот мальчик был маленьким, он был очень глупым. Потому что суицид – это самое тупое, что может сделать собой человек. Это, с одной стороны, смелый поступок, а с другой стороны, он очень глупый. Потому что жизнь дается один только раз. И так просто избавляться от нее. Понимаете, что некоторые люди приходят к нам в жизнь на одно мгновение. И только тебе решать, каким это мгновение будет. Тяжело понять того человека, который под прессингом своих же сверстников начал вести себя так же по отношению к тому погибшему мальчику. Очень печально, конечно. Однажды начальник позвал меня к себе в гости. Человек он не очень приятный, но отказываться я не стал. После знатного застолья он пригласил меня выйти покурить на балкон и похвастаться своей новой игрушкой. Это было пневматическое ружье. И заодно продемонстрирует свое хобби. Мы смотрели с балкона во двор, а там бегала свора бездомных собак. Он, недолго думая, начал стрелять им по лапам, хвастаясь своей меткостью и матеря этих тварей. Мне, конечно, стоило его остановить и начистить рожу, но это же мой начальник. Я просто с ужасом стоял молча и наблюдал за этой картиной. Нет, тут вообще без вариантов надо было его останавливать. Да, ну это скотский поступок, что ты можешь сказать. Я, конечно, понимаю, что там бездомные собаки, многие их отстреливают и так, потому что они могут кого-то покусать, детей в том числе. Но стрелять по животным из-за своей просто забавы, смеясь над этим, это, ну, не знаю, для меня это то же самое, что стрелять по людям. То есть они могут стрелять также по каким-нибудь бездомным, например. Я не вижу в этом какой-то большой разницы. Весь трагизм этой истории в том, что главный герой, он чинопочитатель. И это отвратительно. Терпеть не могу таких людей. Что бы делала я на месте героя, наверное, просто бы развернулась и не стала в этом участвовать. Я понимаю, что это безумство, это крайне бесчеловечно, но меня эта история не тронула, ибо животных я не люблю. Но одновременно я никогда не буду причинять им боль. Я не умиляюсь с животными и отношусь к ним, в принципе, безразлично. Надо было его останавливать. Потому что, ну, блядь, животные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова